Продолжение следует... Сыграла сейчас вот эта тройка. Галиев, Ефремов не смогли там в углу все-таки зацепиться за эту шайбу. Плотников можно играть, показывают лайнсмены. Зашли армейцы. И передача на акул! Это гол! Это первая шайба у вороток. В девятку акулов попадает. Ну как его там упустили на пятаке? И вот момент. Ох, как оставляет Лехтеря и Хохлачев. Ну практически тачдаун заносит. А здесь Лехтеря такое впечатление, что увидел, что начинает перемещаться Ларс Юхонсон, уже фактически играя по нему. И оставил шайбу больше себе за спину на свободный рёд. Он просто понимает, что Хохлачев будет туда двигаться. И Александр Хохлачев. Вторая заброшенная шайба. Куртиланов. Мимо Хохлачева. Так, как будто бы Александр немного помешал. И вот опасный момент. Гусев и гол! Никита Гусев здесь свой шанс использует и выводит СКА вперёд. 2-1. Здесь, кстати, Алангард не выбил шайбу из своей зоны. Грубец попытался это сделать самостоятельно. Позиционная атака Металлорга. Пас на синюю линию. Справа стучит уже клюшкой. Лайпсик просит эту шайбу. И только сейчас получает и бросает и забивает. Какая красивая шайба. 4-1. Но это точно. Гол проходит передача на Лайпсика. И Лайпсик броском в касание пробивает Шимана Грубеца. Но Гнитогорск реализовывает своё большинство. Изумительный пас. Чибисов ему отдавал передачу. Телегин закрыл зону. Предлагал там себя основе. Но Телегин нашёл лучшее решение. Интересно. Беллин оказывается на чужом пятачке. И забивает. Два защитника поучаствовали в этой атаке трактора. И два защитника челябинской команды сделали этот гол. А на Эмсутике всём не очень нужна. Выбросили вперёд. Уже там ворота в ангарду. Стараются навязать борьбу. И навязывать. И забирают шайбу под свой контроль. Это Брэндом Лайпсик. Несколько обманных движений. Передача Дронову. Наброс на ворота. Пас проходит. Бросок. И это гол. Филипп Мае 2-0. Да. Просто съели сейчас в обороне. Игроки Металлурга о мяче. Просто навалились на них. Дивили шайбу до пятака. И там уже пустые ворота. Оставалось попасть Мае. Снова Колидов. Неудачный отскок от борта для Колидова. И Челябин с этим пользуется. Была возможность умчаться в контратаку. Но вместо этого ошибка и гол. Александр Кадейкин снова забивает во втором матче к ряду. И 4 минуты остаётся на спасение у Салавата. Вот что значит ошибка. Мог Телегин сыграть попроще. Мог. Но перехват и к чему это приводит мы увидим. Ну и очень быстро армейцы отодвинули игру из своей зоны. Воинов на трене. И вот здесь Муранов. Можно что-то сделать. Муранов классно. Гол. Динамо 1-1. И это Богдан Якимов здорово попадает. Ай да атака Белоголубых. Редко да метко атакует Динамо в этом втором периоде. Красивый гол. Ну и нельзя не отметить действия Ивана Муранова. Именно он через разворот сумел отыграть защитника ЦСКА и доставить шайбу на пятак. Отлично обыграл Мае. Шайбу дотащил башнину издали. Там неприятный диавангард и рикошет. А мячи в полном составе. Еще один бросок из шайба. Боровок. 1-0. Филипп Мае. И какой красавец Крастилев, который сумел отдать эту передачу на Мае. Мае был открыт. И для него не было особой сложности, чтобы поразить уже практически пустые ворота. И Шимон Груберс также не успевал в этой ситуации. Да, Магнитка не использовала лишнего. Но будем говорить так, что этот гол в том числе и заслуга того, как Магнитка здорово контролировала шайбу по ходу формата 5 на 4.